Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Rosco Consulting Audit. Отзывы с юридической точки зрения – это субъективное мнение автора о компании или услуги, выраженное в словесной или письменной форме. Некоторые из них помогают создавать позитивный имидж компании, а с другими нужно и можно работать. Отработке возражений нужно уделять особое внимание. Если изложенное в отзыве не содержит документальных подтверждений и является субъективной точкой зрения автора, необходимо убедиться, что факты не искажены. В этом видео расскажем, как получить обратную связь и отработать ее от клиентов. Зачем работать с отзывами? Отзывы – это индикатор удовлетворенности услугами или товарами бизнеса. Если клиенты указывают на одинаковую проблему, нужно обратить внимание на то, как устроены бизнес-процессы в компании. Возможно, пришло время пересмотреть регламент работы клиентской службы или стандарты оказания услуг. Поставщик электронных компонентов судится с сервисами по поиску работы и отзывиками. Так, новосибирская компания «Микросан» подала в суд несколько исков «Head Hunter», чтобы удалить негативные отзывы. Ранее работодатель обращался с подобными исками к DreamJobs и AntiJob.net. О всех важных изменениях и новостях мы оперативно рассказываем в наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Существуют разные виды отзывов о компании, продукте, работодателе или конкретном сотруднике. Бывают отзывы благодарностям, пожелания, претензии и те, что описывают клиентский опыт. Отзывы бывают настоящими и купленными. Первые оставляют клиенты, воспользовавшиеся товаром или услугой. Купленные пишут за деньги. Персональные данные под замком. В этом видео рассказываем о последних изменениях в законодательстве. Переходите по ссылке и смотрите. Судебные разбирательства могут стать серьезным испытанием. Без профессиональной юридической поддержки вы можете столкнуться с несправедливым решением, непредвиденными затратами и потерей времени. Не рискуйте исходом своего дела. Обратитесь к нашим профессиональным юристам и будьте уверены в своем успехе. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через удобную форму обратной связи. Не упустите шанс экономить. Используйте промокод ютюпроска и получите скидку 15% на наши услуги. Вся необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте. Действуйте прямо сейчас. Самые распространенные сайты, на которых пользователи оставляют отзывы. Отзовик, Zoom, 2GIS, Яндекс.Карты и Гугл.Карты. Именно с этими площадками нужно проводить претензиозную работу, связанную с выявлением негативных отзывов и отработкой возражений в законном ключе. Регистрация компании на этих и других популярных сайтах с отзывами позволит контролировать репутацию бизнеса в интернете. При выявлении негатива можно оперативно дать ответ клиенту со ссылками на нормативные правые акты и другие существенные обстоятельства по каждой ситуации. Запросить подтверждающие оказание услуг, факты и документы, которые помогут урегулировать спорные моменты. Более того, написание и размещение отзывов на указанных платформах поможет повысить присутствие компании в сети. Чтобы быть в курсе разных аспектов работы бизнеса, быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного, жмите на кнопку подписки прямо сейчас. Давайте поговорим о том, как построить в организации систему работы с отзывами. Эффективную и грамотную с юридической точки зрения. Итак, цель поставлена. Перейдем к конкретным шагам. Чтобы организовать работу с отзывами, нужно разработать регламент по работе с клиентами, подготовить скрипты и тезисы для отработки разных видов жалоб и претензий. Стоит проконсультироваться с юристом по ряду правовых моментов, связанных с правами и обязанностями поставщиков и потребителей услуг. А еще нужно проанализировать распространенные проблемы, убедиться в том, что компания не нарушает требования законодательства о защите прав потребителей и установить точное время ответа на каждый отзыв. Стандартно 24 часа. Обеспечить учет отрицательных отзывов. Крупировать такие отзывы можно по виду проблем, чтобы быстро выявлять и устранять негативные моменты. Третье. Подобрать инструменты автоматизации процесса отслеживания публикуемых отзывов. Четвертое. Возложить обязанность по работе с отзывами на проверенного специалиста. Нежелательно доверять такую работу менеджеру, для которого этот процесс является дополнительной, а по факту обременительной нагрузкой. Сотрудничайте с профессионалами своего дела, а претензиозную работу доверьте юристу. Как удалить негативный отзыв Если вы столкнулись с негативом на сайте отзывики, вы можете попросить клиентов написать побольше положительных отзывов, чтобы улучшить суммарный рейтинг. А еще можете написать жалобу автору или администрации платформы и потребовать удаления такого отзыва. Рассмотрим детальный алгоритм действий. Первое. Уличите автора отзыва в обмане. Сделать это особенно легко, если отзыв является придуманным или написанным по ТЗ. Ответьте на отзыв, укажите на ошибки и несостыковки. Для пущего эффекта запросите у автора конкретные данные, чтобы решить его проблему индивидуально. Не удивляйтесь, если комментатор перестанет выходить на связь. Второе. Соберите доказательства. Это могут быть переписки, звонки и другие факты. Например, если клиент пишет, что ему нахамели по телефону, предоставьте распечатку переговоров, из которой станет понятно, что вы в этот момент с ним не общались. Третье. Подайте жалобу в администрацию сайта отзывика. Поисковые системы, сервисы по типу 2GIS, Яндекс.Карт, а также маркетплейсы, проверяя достоверность публикуемой информации. Направьте жалобу с приложением доказательств по внутренней форме и попросите удалить отзыв. Если вы предоставите веские доказательства своей правоты, вам пойдут на встречу. Четвертое. Идите в суд. Если предыдущий пункт не сработал, обращайтесь в суд. Заверьте факт публикации у нотариуса. Составьте иск, уведомите о своих намерениях автора и администрацию ресурса. Отмену придется установить личность комментатора по судебному запросу. Дождитесь, когда суд назначит лингвистическую экспертизу. На основании экспертного заключения судья вынесет решение. Если в отзыве действительно содержатся ложные сведения, наносящие урон деловой репутации компании-ответчика, обяжут удалить негативные комментарии и возместить убытки. Стоит помнить, не все отрицательные отзывы идут вразрез с законом. Высказать субъективное мнение – конституционное право каждого из нас. А вот публиковать ложные сведения и клевету о компании и ее работниках нельзя. Граждане и представители юрлиц могут требовать через суд опровергнуть сведения, умаляющие их достоинство или деловую репутацию. Отзывы, которые содержат заведомо ложную информацию о нарушении закона, деловой этике или невыполнении условий сделки, подпадают под действием ст. 152 Гражданского кодекса. Подробнее об этом расскажет Станислав Мельник, юрист компании «РосКом». Ключевое значение имеет факт публикации порочащей информации несоответствия опубликованных сведений в действительности. Собственники бизнеса вправе отстаивать свою деловую репутацию, даже если автор опубликованного отзыва неизвестен. Ответчик должен доказать суду, что отзыв не идет вразрез с действительностью, а истец обязан подтвердить факт распространения порочащих сведений. В частности, приложив к материалам дела нотариально заверенный протокол осмотра сайта с отрицательным отзывом. Юрист, ознакомившись с содержанием отзыва, определит, стоит ли клиенту обращаться в суд. Так, если в тексте содержится несензурное выражение в адрес компании или ничем не подкрепленное обвинение в мошенничестве, можно составить досудебную претензию. Если дело дошло до суда, юрист поможет отстоять интересы клиента. Некоторым компаниям удалось добиться удаления отзывов и взыскать с нарушителей компенсацию. А вы ведете работу с негативными отзывами? Делитесь в комментариях под этим видео. Подведу итоги. Главный плюс работы с отзывами – возможность установить связь с потребителями услуг и показать, что мнение каждого клиента важно для компании. Владельцы бизнеса могут управлять с помощью отзывов деловой репутации компании. Главное правило – реагировать на критику конструктивно. Позитивные отзывы помогают выделиться на фоне других компаний, а негативные нужно воспринимать как точки роста. Если комментатор перегнул палку, отзыв явно заказной, содержит недостоверные сведения, можно добиться его удаления с онлайн-платформы. В любую непонятную ситуацию лучше обратиться за помощью к юристам по интеллектуальной собственности. На этом все. Хотите узнать больше? Плейлист «Защита деловой репутации» – это мастхэв для бизнесменов и не только самое актуальное и полезное видео о том, как сохранить имидж в эпоху стремительного распространения информации. Подписывайтесь, чтобы всегда быть на шаг впереди. И большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте. Пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании Роско ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе. Босс Роско. Субтитры создавал DimaTorzok